Так вот, это абсолютно не трагическая ситуация. Трагицизм, они здесь вообще. Вообще-то есть трагицизм. Трагицизм для тех, кто работает и конкурирует с фирмой Электросила. Я неоднократно ходил, я обсуждал, говорю, ребят, давайте все-таки сделаем красоту. Потому что, ну, о чем мы сейчас будем говорить? О том, что Магнитогорск устроится, и даже старые постройки, они так же ломаются, так же все это дело перестраивается. Что вы будете делать дальше? Вопрос по существу. То есть, давайте определимся со старым городом. Мы вот в старом городе находимся, это Гленинский район, улица Комсомольская, 17. Прямо здесь располагается Электросила. Вот, прямо за моей спиной. То есть, старые районы города, они, как правило, что имеют? Они имеют, ну, дюралюминиевые провода. Дюралюминиевые провода, это не есть правило. Лучшее правило, это все-таки, ну, стандартные медные провода. И лучше, чем они будут крупнее и толще, потому что к крупным и толстым проводам цепляйте все, что угодно. Крупные и толстые провода, это в том числе тоже здесь. К слову, о цене вопроса. Цена вопроса всех же интересует, да, правильно? Поэтому вы всегда ездите куда? На Октябрьскую, 15. Хорошее дело, заезжать, никаких проблем. Давайте зайдем сюда и проверим здешний центр. Давайте определимся, что нам нужно. Для хозяйства, естественно. Дешевые материалы для ремонта есть. Строй Уралдвор. Мы легко можем построить свой дом. Информация есть у меня. Фундамент тоже. Опять же, ко мне. Что нас далее убивает? Двери, окна, металл, который почему-то дороже, чем на ММК. И электрика. А вот для электрики и для дома есть электросила. Вот так. Две точки есть в городе. Одна-то крутая, на Капсомольской, 17. Мы заходим внутрь и видим ассортимент. Я вам делаю шикарную 36-ти градусную панораму. Вот как. Но чтобы было понятно, таких панорам здесь можно устроить несколько. Теперь вопрос. Сколько всего есть в наличии? Я вам скажу сразу. Из того, что можно сделать для дома, есть 99,99%. Практически полная сотня для дома, офиса и квартиры. Панорамочка я вам уже показал, да? То есть давайте не будем говорить о том, что... А почему мы не будем говорить, что это лидер? По количеству всего это в действительности лидер города Магнитогорска. Вот. Я прекрасно понимаю люди, которые ходят в ВСМ. Никаких проблем. Я прекрасно смотрю на людей, которые ходят на Октябрьской 15. Вы с Октябрьской 15 придете, ради просто прикола. Придите, посмотрите. И потом объясните, где товар-то больше. Где товар-то больше. Так вот я вам честно скажу, что это лидер. Лидер города Магнитогорска. Все, что угодно, есть здесь. Нету здесь конденсаторов, нету здесь релеек и всяких. Это мелочи такие, которые из больших конденсаторов, которые у нас были, помните? Стали маленькими конденсаторами. Все уменьшается в разы. Сможете ли вы это перепаять? Я не знаю. Но сможете ли вы себе поставить электросчетчик? Пожалуйста. Сможете ли вы себе подключить автомат? Пожалуйста. Я даже не знаю, сколько этих автоматов. Очень большое количество. Даже не буду перечитать. Сможете ли вы себе подключить? Счетчик электроэнергии то же самое. Такой счетчик электроэнергии здесь больше, чем где-либо в городе. При этом весьма прикольный. И я бы сказал такие. Даже не демократичные, а цены, которые вас заросли. Радам. Можно, конечно, перечислять. Но зачем? Здесь рады каждому клиенту. Здесь радость наша проявляется скидками, естественно. Вот когда я делал ремонт. У меня, в принципе, мысли были прежние. Быстро, грамотно и сегодня. Ладно, хоть бригадир в лице генерального директора мне помог. Ладно, хоть электрик сделал свое дело. Но если бы я смог все это реконструировать, то обратился бы в электросилу. Доблестные скидки. И если вспомнить, что мне пришлось удалять и как делать, то смысл бегать куда-то и не нужен. Опять я с вами обсуждаю дивный вопрос. Что перед вами и что вообще мы здесь видим? Мы сейчас видим светильники. И переносные светильники, и светильники на улицу. И обыкновенный нормальный свет. Чем будем светить? Ну, вспомним. Первоначально лампы накаливания. Они, к сожалению, уже в реальном прошлом-то. Уже лет 15 точно. Люминесцентные светильники. Тоже хотелось бы. Но и они тоже ушли. Сегодня и сейчас это светодиодное светильник. То есть все то же самое, что есть прямо перед вами. И можно поставить вот такие штуки. Вы можете поставить светодиодные элементы. Которые вы можете вырвести здесь же. Цена вопроса. Ну, когда мы говорим про цену вопроса. Давайте определимся с качеством. Так вот, качество и цена вопроса здесь на всяке. Да, кому-то это будет сложно. Но я вас предупреждал. Очередные кризисы снимают ненужный нам лоск. Не нужны нам товары втридорога. Мы проще купим их через интернет. Уезжайте куда хотите. На ваше место придут другие с адекватными ценами на все. В данном случае и весь ассортимент электрики. К слову, где мы живем? Весь мир уже использует то, что дает нам природа. Моря же двигаются вверх и вниз. Ветер же дует и в любой момент. Солнце же есть. То есть мы должны в гармонии жить с природой. Не обсирая то, что дает нам Бог. Что в моих руках? В моих руках замечательный прожектор. Для моей замечательной камеры. Как он смотрит. Как и он светит. Вот так вот снять. Нормально. Я его еще никогда так не включал, естественно. По одной простой причине. Это та камера, которая мне сейчас есть. Она позволяет себе снимать практически в темноте. Хорошая реальная камера. Давайте определимся, как он светит вообще. То есть для этого есть такая штука под названием аккумулятор. Так, к сожалению, я плачу денежки за электричество. То, где и вообще с чем я нахожусь. Вот эти замечательные светильнички. Они также светодиодные. Только за электричество платить ничего не будет. Попсоюд ничего не будет. Потому что они здесь фотоэлементы. Здесь, 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 здесь. Здесь фотоэлементы. Давайте определимся, где мы живем. Мы живем в городе, естественно. Нет, если бы мы жили где-то в темноте, где света от солнечного бы и не было. Только зачем что-то переплачивать, когда у нас есть ласточка наша, солнышко наше благодатное. Без него бы существования жизни на земле бы и не было. Так вот, солнышко нам благодатное дает возможность питаться. Оно превращает электричество в электроэнергию. А вы ты не знали. Ну да ладно, да нет. Это все вы знали. Если вы внимательно покопаетесь в своих мозгах, вы к этому делу придете. То бишь, вот эти штучки ставите и забыли про электричество вообще. К слову о том, что здесь есть, здесь есть датчики движения. То есть они будут молчать. Потому что никто не пройдет. Но когда кто-то пройдет, без разницы, собака, кошка, корова, ну или человек, они сразу включатся. Но одновременно с этим вы можете также включить видеокамеру. Представляете, вы пришли, датчик заработал, видеокамера включилась. И всякий нехороший человек, который вдруг решил посытиться то, что есть в вашем доме. То есть забрать все это дело. Мародер. Я их ненавижу, естественно. Он засветится. И мы естественно его покажем. Скажем, что видите, вот этот нехороший человек. А может быть проще пойдем сразу в полицию. Где мы все это дело им издадим. И в результате я не думал, что количество мародеров будет много. Скорее всего, количество мародеров уменьшится. Хорошая тема. Весьма интересная. Ну, конечно, можно говорить, о чем я владею. По сути-то и немногим. Вернувшись на круги своя. Ремонт, естественно. А как по-другому? Прокладка кабелей и разводка. И это тоже деньги. В свой ремонт я воткнул 30 тысяч рублей. Еще и с плюсом. Я не буду говорить про цену, но экономия в два, а может быть в три раза для вас очевидна. И теперь мы специалиста. К сожалению, то, что сейчас делается в городе, мне естественно не нравится. Кому-то все мешает, непонятно. Ну, допустим, я вот к вам пришел, как человек, который купил себе однокомнатную квартиру. Может быть, Ленинский район, да? Нет, все-таки больше нравится. Хотя могу купить однокомнатную квартиру и в Орженикидовском районе, и в Пробережном тоже. Я туда пришел, у меня висит провода. Как правило, это очень старые такие нехорошие провода. Что мы предложим людям? Ну, что мы предложим людям? Мы предложим медную проводку, соответственно. То есть, если будете делать заземление, значит, это будет трехжильный провод. Вот, на розеточную часть берется два с половиной квадрата сечением, на освещение полтора квадрата. То есть, если я, допустим, пришел, посмотрел, взял электрик, а может быть, я и сам электрик, по сути, ничего сложного уже нету, да? Мы же не собираемся там паять. Ну, мы не собираемся это делать, потому что для этого нужно 2% населения Земли, который умеет там резисторы паять и все остальное, правильно? Мы обыкновенные люди, которые так же, как и я, получили высшее образование, в смысле, не высшее образование, нормальное образование в школе. То есть, у меня было 5 баллов по трудам, я так понимаю, что у всех примерно то же самое. То есть, примерно посмотрели, определились, пришли к вам и... Сейчас новомодные клеммники, вага есть такие, самозажимные, вточные, которые при желании можно отключить и заново подсоединить. То есть, кое-что новое появилось, да? Потому что последний раз, когда я делал свой ремонт, это было уже практически 10 лет назад, да? Это была изолента, это были скрутки, это были пластиковые клеммнички, если помните, на болтиках сейчас уже новое. Уже новое, это тоже хорошо. И это все у вас есть? Есть. У нас это все есть, можно продемонстрировать, показать. Цена вопроса? Цена вопроса двойные, 12 рублей, 13, 15. Копеечки, копеечки, будем считать, мелкие рублики, но небольшие рубли, не 150, а всего лишь 12 рублей. Конечно, конечно. Пожалуйста, все это у нас есть, приходите. Возвращаясь на круги своя, возвращаясь к истокам. Курс молодого бойца от 1982 года. Мы тогда вместе и втроем ходили в кружок электромоделирования. Понимаете, было бы круто разъяснить, но я помню сопротивление, помню конденсаторы, помню транзисторы. Из этого все и паялось. Вернувшись на круги своя, год 1990 и далее, к годам практики в институте. Я не знал, как работают прошивки, но я делал и печатал платы и распаивал детали. Чуть далее, год 1995-1997. Все, что работает на ТВ, я знаю. Мало того, я сам ремонтировал битакамы. Мало того, я электроник. Правда, мне не сказали, где у меня кнопка. Но доступ к 10 кВ обеспечили. То есть, я кое-что знаю. То есть, и для меня, и здесь есть то, что я покупал в других магазинах. Так что, господа, приходите сюда. Даже просто пойдите и посмотрите на цикл. Ну, ради прикола. Что тут сложного? Комсомольская 17. Доехать легко и просто. К слову о том, что сюда можно приехать в любой момент. Вы прекрасно понимаете, что это будет в проспектах Ленина. В смысле, вообще Ленинский район. Пробок вообще не существует в природе. Вообще их здесь не существует. Поэтому сюда можно приехать и позже, после 6-часовой дивной пробки. К 7 часам приезжайте, посмотрите цен. Насчет ценников. Ценники вас в действительности удивят. Давайте все-таки определимся. Зачем вы сюда приезжаете. Но в 95% случаев вы что-то будете паять. Это может сделать любой, каждый. Любые припои, флюсы, каниколь. Паяльники. Большие паяльники. Маленькие. И, ну как бы вам сказать. Солдер шука. Спасит, называется отсос. Не знали? Ну, есть такая штука. То есть, ну. Потому что иногда случается, что надо быстро-быстро все это дело убрать. Паяльник вы нагреваете, быстренько отсос выгораете. Потом выкидываете, никаких проблем нет. И дальше паять. Ну, это уже для тех, у кого с мозгами чуть покруче, чем усредник. Все остальное. Когда я вам говорил. То есть, если вы ставите акустику в машину, лучше припаять. Вот там находятся все-все замечательные скрутки по цене. Да и по количеству. Да и вообще, я бы подумал, что стоит вам сюда приехать. К слову о том, что здесь вот за моей спиной огромное количество цешек. Плоскогубцы, круглогубцы. В общем, это то, что доктор прописывал. Для тех, кто умеет обращаться по альтру. Но радость была бы не полной. Не вернувшись к истокам. Откуда все начиналось? А начиналось все с вокзальной 5. Место, по сути, хорошее. В этом месте живут правильные и низкие цены. А тут еще и склад есть. Да. Отсюда просто так не уехать. Мне уехать отсюда и не придется мне уезжать отсюда. Потому что я бы хотел сделать следующий. То есть, если вы будете приходить сюда. А вы сюда будете приходить, потому что вы знаете замечательные цены. К слову, в этот магазин можно взять из двух сторон. С вокзальной 5 и со стороны. С другой стороны. Так же можно взять прикольно, да? То, что доктор прописал. То, что доктор прописал. Этого там нет. Но если вы придете сюда, вы уже это дело поймете. То есть, мы говорим о весьма недорогих и клевых ценах. По сути событий. То, что я вижу за свои спины, я естественно потом куплю. А может быть, и в этот раз мы что-то сделаем. Потому что я так же занимаюсь паянием. Понимаете? Но иногда что-то не получается. Чего-то не хватает. Нужна третий рука. Вперед в песне все это здесь есть. Мало того, здесь еще и лупо есть. Клево. Мало того, посмотрите сколько вот примочек. Таких обалденительных. И одна из них, она тоже послужит для меня. Потому что я же съездил в Китай. И знаю, что с определенной частью опухоли моего мозга я стараюсь бороться. Используя пчелки. Каким образом пчелы будут находиться? Я здесь увидел таймеры. Элементарные таймеры. Ставлю батарею. У меня жесткая есть. 120 амперная. От Мерседеса 600. Так вот она будет стоять. Она будет включать в определенное время электричество. Мои пчелки будут отхотить. Кушать замечательный сиропчик. И дальше спать. А потом, поскольку температура там будет нулевая. Я этими пчелами постараюсь прожить с ними как можно дольше. А пока я прожил как можно дольше, что я буду делать? Я буду работать. А для кого я буду работать? Я буду работать только для вас. Мои дорогие магнитогорцы и гости нашего города. К слову о том, о чем мы сейчас общаемся с вами. Самые замечательные цены для электричества они вот здесь, в электросиле. На Комсомольской 17 и на вокзальной 5. Вот как-то так получается. Работа для всех. Есть проблемы ремонта. Для них обе точки. То есть есть человеки, сами понимающие работу электричества. К сожалению, большая часть и это работники комбината и других инстанций. В 5 часов вечера. В 18.00 вокзальная закрыта. Куда ехать? На Комсомольскую 17. Опять же. Но не каждый может ехать и заниматься пайкой. Но есть и суббота и воскресенье. Лучшая пробка это вокзальная советская. Крутизна просто. Все едут отдыхать. Можно и туда прорваться. Но место вашего разворота та же самая пробка. А можно заехать на Комсомольскую 17. Все то же самое есть здесь. Так вот, куда я пришел? Мы пришли в потенциал электросилы. Электросила где начинается? Она вокзальная опять. Мимо нее проехать никак не удастся. Потому что за ней поворачивать направо. И через два поворота это будет магазин Орион. То есть мы говорим о чем? Мы говорим о том месте, где цены в действительности недороги. И вот и наконец, что случилось в городе. В городе случилось много онных вещей. То есть люди решили из города Магнитогорска уехать. Ну, вперед и с песней. Но в ваши места за вами приедут специалисты своего дела. Как они приехали на Комсомольскую 17. Все то же самое, по той же самой цене и практически в центре города. То есть если сюда вы каким-то образом не получаете приехать. Ну, или тут, допустим, пробка субботного воскресенья. Пробочка вы не сможете сюда приехать. Или естественно. Потому что люди то туда уезжают, то обратно возвращаются. Вы приезжаете на Комсомольскую 17. Получаете все то же самое, по той же самой изумительной цене. А сюда мы пришли с одним вопросом. Как бы вам показать, где находится склад? Так вот, склад находится здесь же.